Есть мужская роль, а есть женская. И мужчина по своей натуре самец, а значит завоевать. Нет, женщина либо принимает его ухаживание, либо нет. Ну, изначально мужчина создан, чтобы защищать нас, правильно? Оберегать. Женщины – жизнь. И, соответственно, жизнь надо защищать. Как вы считаете, должен ли мужчина добиваться женщины? Да. Я не потому смеюсь, потому что вопрос смешной. Я не знаю, но выслови, дай денег, даже подписать. Я выехал, знаете, из этого СНГ. Я оставил эту всю грязь, знаете, позади. И здесь в цивилизации, мне это все кажется реально смешным. То есть, ну, это пиздец. Потому что есть мужская роль, а есть женская. И мужчина по своей натуре самец, а значит завоевать. Ну, очевидно, да, что Россия не самая сексистская страна в мире. Это, я думаю, понятно. Понятно, что есть Саудовская Аравия, есть еще какие-то там Катары и Эмираты. Хотя там уже ситуация исправляется. Я думаю, Россия-то похуже будет, чем Катары и Эмираты в плане сексизма. Ну, смотрите, что такое сексист? Это когда ты приписываешь что-то человеку по полу. То есть, он вот женщина или мужчина. И, исходя из этого, он что-то либо должен, либо у него что-то то, вот, либо это. Я тоже отчасти, знаете, сексист. Мы все, мы все, вот, наверное, не найдется ни одного человека на планете, который не сексист. Тем не менее, вот я сексист в чем? Я считаю, что женщины, очень, не все, очень многие, довольно плохо водят автомобиль. Я не знаю, почему, вот, не чувствуют габариты, могут въебаться. Мне это непонятно. То есть, я не понимаю, как можно куда-то врезаться, как можно не чувствовать габариты автомобиля. Я здесь езжу, один день одна, у тебя тачка, другой день другая. Они все разного размера и у меня никаких проблем. Я не понимаю этого. Но, тем не менее, вот есть женщины, ну, наверное, же и мужчины есть. Просто, вот видите, я в этом плане сексист. Вот она сексист в плане том, что она считает, что у женщины, у мужчин есть какая-то роль. А это уже сексизм само по себе. Я не говорю вам, что это плохо или хорошо, что она так считает. Я говорю, что сейчас в современном понимании является определением сексизма. То есть, что вы можете считать за сексизм, а что нельзя. Хорошо, а значит, женщина не должна добиваться? Нет, женщина либо принимает его ухаживание, либо нет. Удобная позиция, но, смотрите, она двоякая, потому что, с одной стороны, как бы, ну да, типа, хорошо, когда за тобой подходят они, ты подходишь. Ты автоматически лишаешься вот этого, знаете, неприятного чувства позора от отказа, знаете. Ну, мужчины меня понимают сейчас. Мы все с вами неоднократно с этим сталкивались, да. Подходишь, она такая... Ну, бывает такое. После этого чувствуешь себя, блядь, просто последним уебком, который просто, я не знаю, никому нахуй не нужен. Женщина не хочет это чувствовать. И женщина говорит, нет, я должна только принимать. Удобно. Но, с другой стороны, это лишает саму женщину возможности тоже выбора. Она может посмотреть на какого-то парня, парень ей понравится, но не подойдет, потому что ждет, пока парень не подойдет. Но еще с одной стороны, то есть какой-то с третьей стороны, я не знаю, с третьей стороны медали, представляете, ну, медаль треугольная, бывает же такое, наверное. Женщина же не обязана этому следовать. Захотела, подошла, захотела, не подошла. В любом случае, мужчины чаще подходят, чем женщины. Поэтому пока что женщины выигрышат здесь, я считаю, по моему мнению. Так, а как вообще задавать-то, слушай, просто. Ладно, задам вам тогда абстрактно. Как вы считаете, должен ли мужчина добиваться женщины? Интересный вопрос. Наверное, тоже подумал, что слева мужик. Как бы иначе зачем он вообще подошел, спрашивает такие вещи. Как и женщина-мужчина, оба должны добиваться друг друга. Вообще, как у женщин, у них же, типа, ну, как, что-то, я не знаю, там, какая-то, такая чушь происходит, да? Кто у них, там, как бы, мужскую роль берет, кто женскую, вообще, короче, какой-то чушь, я не знаю, я даже. Просто не берусь это вообще судить, это какая-то, как по мне. Тем не менее, мне ее позиция гораздо больше нравится, чем позиция женственной женщины, натуралки, как я понял, которая была прошлая. Потому что прошлое проявляло сексизм, а это нет, это на удивление не проявило, видите? Конечно, да, а почему? Ну, как бы, ну, это вообще исторически заложено, что дяденька. Так, исторически заложено, что дяденька, понятно. Знаете, я думаю, что если здесь вот спросить американцев, вот я здесь подойду, к соседям, не знаю, спрошу. Я не берусь утверждать, но я очень сильно сомневаюсь, что такое количество ответов, то есть большая часть будет, что да, должен. Американцы, они, по сути, те, которые родились, и те, которые здесь вот именно в этой среде воспитаны, а не те, которые приезжие. То есть еще смотря, откуда приезжие, кстати, да. Понятно, что если там где-то какая-то Валя приезжает из села, то село с Валей приезжает тоже, это понятно, как бы. Село с Валей остается до конца жизни. Так вот, здесь они вообще не лезут в чужие дела, то есть они не скажут, что должен. Они могут сказать, что если он хочет, каждый должен делать, что хочет, это дело каждого. Вот такие вот будут ответы, я вам гарантирую. Большая часть таких ответов, потому что, естественно, ну, как бы здесь есть маргиналы, там есть маргиналы, ну, там, конечно, большинство. Вы считаете, что это должно быть наоборот? Я никак не считаю, и мне интересно ваше мнение узнать. Даже, как бы, птички, животные и так далее, все дяденьки красивее, чем все тетеньки, оперение у них красивее. Я здесь вот пожив какое-то время, походив здесь на улицах, сходил вот вчера в спортивный зал. Мужчины реально здесь больше за собой ухаживают, чем женщины. Я, кроме что, так у нас наоборот, у нас как-то, я привык, что женщины гораздо более ухожены, чем мужчины. Мужчины начать разобивать на то, как они выглядят, там, ногти, грязь под ногтями. Здесь у мужчин даже маникюр сделан, даже педикюр замечал, серьезно. Ходят реально ухоженные мужчины, и кое-как, знаете, такие женщины, кое-как за собой ухаживающие, что-то там, может, делают, может, не делают, но, короче, по ним ничего не видно. Одеваются как попало, то есть им вообще плевать, как они одеты здесь полностью, я имею в виду женщин. Мужчины одеваются здесь как-то гораздо более, что ли, стильно. Недорого, нет, здесь никто не покупает дорогие, ну, вот здесь вот, где я живу, я ни на ком не вижу вот этих кричащих лейблов таких, знаете, вот так на кепку всю, на всю вот эту. У меня, кстати, да, такая же кепка есть с кричащим лейблом. Они здесь в одежде, в автомобилях ведут себя довольно скромно, у них здесь главное это свое жилье. Это женщины красивее, чем мужчины, ну, как бы, по крайней мере. Вот отсюда здесь вся собака-то и порылась, понимаете? Женщины-то красивее, поэтому должны дяденьки выступать в роли того, что кто лучше. А при чем тут тогда природа? Как при чем? Так природы сложно, что тетеньки красивее, а дяденьки нет. Только что говорила, только что ты говорила, что дяденьки красивее в природе, то есть птички, да, хвосты, ну, что, елки-палки. Знаете, вот это мнение статистического человека, который просто в соседних предложениях не может связать одну единую мысль, у него, как бы, она меняется просто по ходу разговора. Просто вот по ходу разговора, раз, и поменялась на противоположную, диаметральная противоположную. Меня это всегда поражало, знаете? Может, я за собой такого не замечаю, может, я тоже так иногда говорю, но это, мне вообще это кажется дико. Мне кажется, если есть у человека какая-то убежденная мысль в голове, то, ну, как бы, ну, как ты можешь, ну, вы поняли. Видно, всегда дяденьки красивее, там, павлины, голуби, комодский вора. Ну, вот, значит, дяденькам не повезло, мужчинам, в смысле, человеческим. Ну, так вот, следует твоей же, блядь, логике, ну, ёбаный в рот, вот только что ты сказала, что тот, кто красивее, тот имеет красоту для того, чтобы зазывать. То есть, ну, вот, мужчина, он танцует, да, мужчина, птица. Соответственно, у людей, там, по ее мнению, наоборот складывается. Она просто не знакома с цивилизацией вот здесь, где я живу, она знакома с тем местом, где она живет, и там действительно, да, типа, женщины красивее. Ну, значит, по твоей же логике, это женщины должны трясти-то, взять чем-то, зазывать, так скажем, идти на контакт первыми. Не, женщины-то и трясут, понятно. Я один раз как-то с Наташей шел вот так вот, ну, просто такая массивная женщина шла, а шорты надела, я не знаю, у меня трусы длиннее. И прям реально у нее, ну, кусок жопы торчит, знаете, вот она заканчивается на половине, а жопа вот такая. И она проходит мимо, и мне просто тупо было интересно, как оно выглядит. Не из каких-то там похотливых я побуждений обернулся, посмотрел, я оборачиваюсь, смотрю, а напротив идет еще одна женщина за ней, которая видит, что я оборачиваюсь и смотрю на другую. При этом иду со своей, она как заржала, короче. Надо мной. Типа, что я иду с одной, смотрю на другую. А я ж, ну, как тут объяснишь человеку, что я ж не с тем мотивом. Я вообще, мне просто интересно было, как эта жирная жопа выглядит. Поэтому они должны вот добиваться. Спасибо за ваше взвешенное мнение, как всегда. Ну, изначально мужчина создан, чтобы, ну, защищать нас, правильно, оберегать, покорять вершины. Мужчина именно для этого и создан, чтобы тебя защищать и тебя оберегать единую, царицу на земле просто, я не знаю. Это вот это воспитание, знаете, воспитание королева тебе все должны. Ну, как бы, королева, она и есть королева, как бы, вот она выезжает сюда, здесь за ней никто не бегает, и она такая, как бы, смысле, блядь? И едет обратно, там, где за ней бегают. Ну, это кошмар. Женщины, жизнь, и, соответственно, они, жизнь надо защищать, я так считаю. В чем тут добиваться? Может быть, это наоборот, тот, кому нужна защита, должен тогда уж по логике добиваться? Ну, потому что, согласно официальной повестке Кремля, там, и всех этих пропагандистов, русские солдаты на украинской территории сейчас защищаются защитой России, интересов России. Как бы, вот, пожалуйста, ваши защитники вас защищают. Вперед, отрабатывай свой долг. Потому что, ну, получается, тот, кто предоставляет защиту, тот и добивается, что-то как-то логика проваливается. Ну, а тогда уступите нам, пожалуйста, место, чтобы мы все-таки могли больше зарабатывать денег, нежели мужчины. Да, пожалуйста, смотри, рыночная экономика, знаешь, как работает? Вот это то, что в России сейчас уже, наверное, нету этого практически, то есть такая полу-уже плановая немножко переходит, там, частично. Но вообще, до этого ж, когда снималось это видео, была еще рыночная экономика, она говорит так, что если ты эффективен, если ты зарабатываешь деньги, то ты, неважно, какого ты пола, какого ты возраста, ты, там, человек или собака, или ты, там, я не знаю, таракан, то если ты зарабатываешь деньги, ты будешь востребован. А значит, ты можешь диктовать свои условия и требовать любые зарплаты. То есть, ну, пожалуйста, занимайся. Или как в ее голове это получается? Вот, знаешь, типа, ты приходишь на устраиваться на работу, и работодатель такой, в принципе, ну, мы обычно платим мужчинам вот 50 тысяч рублей, но поскольку вы женщина, мы заплатим вам 35. Устраивает? Вот так вот это? Ну, нет. Вас добиваться, покупать подарки вам, машины, бриллианты, шубы, дорогое нижнее белье, дольчика бана. Чушь несешь, есть полно женщин, которые богаче, чем много других мужчин, и, тем не менее, они ничего не покупают. Все равно хотят, чтобы их содержали, все равно хотят, чтобы их мужчина зарабатывал больше, чем они, иначе они не чувствуют, что этот мужчина прям вот тот мужчина, которым стоит дорожить, с которым рядом стоит быть, за которым, знаете, как за горой говорится. Женщина, ну, подсознательно, наверное, хочет чувствовать... Видите, я тоже сейчас сексизм проявляю. Женщина подсознательно, наверное, хочет чувствовать вот это именно чувство и выбирает себе именно такого мужчину. Я имею в виду для долгих отношений. Понятно, что там на назок другой вот это все, это там неважно, вообще роли не играет. Там уже там просто красивый должен быть. Даже не то, что красивый, а вот обаяние должно быть. Он должен за ней красиво ухаживать. Вот это обычно они любят. Там, откуда я родом, это называется конфетно-букетный период. Мужчины в гораздо большем проценте проводят на работе более 50 часов в неделю. Женщины в огромном проценте проводят на работе менее 25 часов в неделю. И при этом, в целом, получается, не стеряно то, что разница зарплат примерно 25% в России в среднем, у женщин меньше. Ровно же настолько мужчины больше проводят времени на работе. Я думаю, он это неправильно сформулировал. Он имел в виду почасовая, если пересчитывать на час. Стоимость труда либо эквивалентна, либо у женщин даже выше. Может быть, это просто вам надо побольше работать? Нет, ну мы же любим своих мужчин. Мы им уступаем все-таки. Делаем шаг вперед. Вот чуть-чуть даем им. Бля, знаете, как для меня это звучит? Типа работала такая женщина на шахте шахтером. Вот, я не знаю, 16 часов в день, 6 дней в неделю. И такая, ну, в принципе, зарплата неплохая. Но слышишь ты, Ваня, иди сюда, вот знаешь, вот я тебе уступаю место, почетное место работать, работать здесь вместо меня, но деньги будешь отдавать мне. Ну, я добрый сегодня. А мы обещаем рыбу в фольге сделать, не вопрос. А я буду проводить в комфортной среде дома и выполнять ту работу, которую мне помогают выполнять. Куча современной техники, такой как мультиварки, пароварки, стиралки, чайники. Блин, я не знаю, вот я был на болиду вот до того, как я в США приехал, и там даже, блядь, чайник не нужен, потому что там в каждом абсолютно доме стоит кулер, где есть вода комнатной температуры, кипяток и холодная. То есть даже чайник там не нужен. Просто подставил так стаканчик, вода накапала любой тебе температуры, ты забрал, все, попил. Или там чай заварил. Все, это все, что нужно. То есть пылесос. Ну, пока что не придумали того, что там, знаете, само пыль сасывает везде. Но, по крайней мере, не надо со щеткой ходить вот так теперь, заметать, знаете, носовочек и выкидывать. Сейчас есть Dyson, который беспроводной. Он я жене своей купил, он у нас на родине остался. Здесь придется второе, видимо, покупать. И ты с Dyson ходишь, удобно и пылесосишь. Он даже, за ним даже провод не тянется, что очень удобно. Он на батарее. Он легкий. Ты ходишь, и вот просто вот раз, и все готово. Он еще и тянет хорошо. Не знаете, как вот эти пылесосы, я помню, в детстве мать меня заставляла пропылесосить ковер. Вот я ненавидел. У меня из-за этого боязнь ковров по сей день. У меня нет ковров дома. Я долго сопротивлялся, пока не ебался в ванной, чтобы коврик в ванной был. Потому что я ненавижу ковры из-за детства. Знаете, травма детства. Если там есть пылинка на этом ковре, ты вот так вот ведешь пылесосом, и ты в недоумении. А почему пылинка все еще там? Ты же провел пылесосом, прям сверху. И ты водишь вот так раз, раз, раз. А она все равно там. И ты зовешь маму. Мать, иди сюда. Ты мне даешь вот эту неисправную хуйню и говоришь про пылесос. Она же не пылесосит. Что мне делать? И мать такая берет вот так вот, и начинает так, зажимает ковер ногой. И вот так вот, как, блядь, и лопатой в землю. Она так вот, вот так вот, нахуй. С такой силой, что она жгнется. Пылинка исчезает, и мать такая, вот, видишь, как мамка, а ты ни на что негодный пи***р тут на содержании сидишь, а даже ковер попылесосить не можешь. И я такой, блядь, может руками проще пособирать, походи, чем вот этим ебучим пылесосом, который ты мне в руки, блядь, дала. Тогда равноправие, давайте равноправие. Ну, я в принципе, да. Вы будете нас добиваться, мы будем вас. Ну да, справедливо, да, да, да. Да, вот так лучше так, тогда. Ну, по сути, сейчас оно так и есть. Просто если женщина может надеяться на то, что к ней подойдет мужчина, который по факту ей может и нравиться сам по себе, то есть имеется такой шанс, что если она ему тоже понравится, он к ней подойдет, то у мужчины такого шанса нет. То есть женщина к нему не подойдет ни в каком случае. Как это еще равных обязанностей? Не, ну я согласна, конечно, я сейчас как раз смотрю в Инстаграме. Где, блядь, смотрю? А, 18-й год, 18-й год, да-да-да, Инстаграме. Было такое, было у россиян такое, Инстаграм назывался. Помните? И накаченные мышцы, да, женские. О, блин, я понимаю, если делать полностью равноправие, то тогда я должна уметь поднимать тяжести, то есть участвовать в каких-то погрузках, разгрузках. Я тебе говорю, мужчина, знаешь, ему хлебом не кормит, да, ему поучаствовать в погрузках, разгрузках. Мышцы покачают, ну это же все этим занимаются, да, то есть. Вы же смотрите на меня и видите, вот на улицу выходите, и там точно такие же люди, как я, ходят везде. Они все такие, ну все эти мужики, качки, господи, дай им только железо потягать. А что-то как-то этот не очень сильно красиво, не очень красиво. Не, ну у кого-то, у кого-то может быть фетиш на накаченных женщин, как почему. Не, ну да, не, ну мы же несем для вас красоту, чтобы мы вам нравились. Я не знаю, может вы несете в целом ваш вид, подвид, точнее, вида человека. Ну вот конкретно ты что-то не моего вкуса. Это как бы субъективно, я ни на что не умикаю. Может там если волосы распустят, может красивее будет. Просто она, мне кажется, уже такая в возрасте женщина, а я хочу, ну, блядь, хотя бы от своего одного с собой возраста. Я, если что, выгляжу старше своих лет из-за бороды и из-за мышц. У меня еще нет 30. Ну да тогда почему бы армию не вести для всех, как в Израиле? Вот хотя бы трудовую, кстати, потому что по сути... Большое заблуждение, я тоже раньше не знал, в Израиле не такая армия. Вот я тоже раньше думал, что типа в Израиле абсолютно половая идентичность, в армии абсолютно нет, в Израиле у женщин есть выбор. Армия или там какая-то другая служба, я не помню, как она называется, суть ее такова, что женщина занимается другими вещами, не армейскими. Не с медициной что-то, по-моему, связано или что-то это. Короче, у нее есть выбор, во-первых. А во-вторых, если она все же идет в армию, ее не касается вот это все то, что касается мужчин в плане жестких тренировок и так далее. У них там своя программа, у женщин. И она абсолютно отличается от мужской. То есть нету в Израиле не сексистской армии. Армия сексистская абсолютно везде на планете. Не существует такой страны, где мужчины страдают столько же, сколько страдают женщины. Мужчины всегда страдают в армии больше. Ну, собственно говоря, далеко ходить не надо. Вот сейчас что у нас? Война, да? Кто умирает на фронте? Кто в Украине под землей уже лежит 30 тысяч? Мужчины. Женщин там нет. То есть женщины там есть только с украинской стороны добровольцы. Я считаю, это был бы реально отличный шанс спасти Россию, чтобы армия в армии были бы женщины. Потому что если бы сейчас женщины отправляли на фронт, по контракту, по призыву, неважно. И вот там вот были бы женскими трупами усеяны поля. Вы представляете, какой бы визг был бы? Как бы эти женщины, они бы орали. Во-первых, я не знаю, они бы не пошли туда. Они бы просто не заставили. Во-вторых, вот это, если бы все-таки они пошли, и там было бы поля усеяны женскими трупами, ну, вы представляете, да, война бы закончилась сразу, не было бы уже Путина, никого бы из них не было уже. Ну, потому что это просто идет вразрез с шаблонами. То есть русская женщина, какого черта я должна идти с ружьем в Украину и сдохнуть там? За что вообще? Что это мне нужно? У русских женщин, как по моему опыту, более такая меркантильная позиция, они больше думают про себя. Типа, а что это мне даст? О чем совершенно, по ходу, не думаю, знаете, русские мужчины. Ну, или в большинстве случаев, то есть. Понятно, что там дают зарплату, которую ты не получишь, потому что в земле будешь валяться. Даже если учесть, что тебе повезет и не будешь. Хорошо. Но рисковать своей жизнью за 100, за 200, за 300, даже, я не знаю, 300 такой зарплаты, по-моему, нет. Там единоразовые только выплаты по 300 есть. Ну, даже за 300 тысяч рублей в месяц, ну, вы что, серьезно. Это столько стоит твоя жизнь, 300 тысяч рублей в месяц, и ты сдохнешь через месяц. А я вообще-то хочу стать президентом страны, можно? ФСБ. По-моему, кого-то пора судить за дискредитацию российских вооруженных сил. Обратите внимание на эту молодую особу. Эй, точнее, не молодую. Президентом страны хочу стать. Я хочу... Ой, какой? Наши, наши. Я хочу Владимиру... Владимиру Владимировича... Ой, этого. Блин, я интересно повернулся, там птицы ебутся как раз. Мне смешно стало от этого, а потом я поворачиваюсь. А там еще раз нас смешили, просто я не знаю, день удачи. ВВ Путина, сказать, пожалуйста, уступите мне кресло. Вы уже устали, честно. Интересно, что она сейчас говорит? Интересно, может она сейчас себе позволить такое сказать? Что я сомневаюсь? Ну, если честно, лучше бы она была президентом. Блин, пи***ц. Ну, в своем роде, конечно, должен, да. А в своем роде это в каком? Ну, если это не граничит с какими-то нормами, уже абсурды и все прочее. В рамках здравого смысла, да. Кстати, что я могу еще сказать про нормы? То есть здесь по нормам право, то есть, так сказать, американского. Именно вот добиваться, вот слово добиваться, это будет sexual harassment, нельзя. Ты подошел, ты предложил... Wanna have sex, б***ь? Что-то типа такого-то. Или wanna date with me? Go to coffee? Что-то еще такое. И если ты получил отказ, ты уходишь и все. Иначе sexual harassment. Ну, то бишь, уже не переходя через какие-то грани, когда ему, например, говорят, что сделай там для меня, сверни все горы. Ну, надо оценивать всегда адекватную ситуацию. В том-то и дело, что как бы многие женщины типа отвергают, чтобы еще, еще поломаться, чтобы типа не так дешево досталось. Таким образом, типа, как бы набивая себе цену в глазах этого мужчины. Я не уверен, что это работает. Может, это работает для кого-то, для меня нет. Я всегда, на самом деле, действовал по законам, вот так, знаете, по законам американского права. Подсознательно. То есть я всегда, если слышу один раз нет, я все, как бы, у меня все хорошее. Как бы, у тебя был шанс. Я так для себя всегда считаю. Ну, так, проще просто обиду проглатывать. Но здесь вот так тоже не получится. Типа, один раз ты откажешь, и он отстанет, все. Здесь просто все так научены, потому что можно просто присесть. В обратном случае, должна ли женщина добиваться мужчины в каком-либо случае, если она там как-либо им заинтересована? Ну, слушайте, в наше время все возможно, и такие варианты тоже можно рассматривать. Должен. А почему? Он же мужчина. Знаете, мне кажется, больше здесь аргументов с точки зрения этой женщины и не потребуется. Он же мужчина. Всего хорошего. Спасибо, что смотрели.